14 человек погибли, еще 50 остаются в больницах. Таковы последние данные о пострадавших во время теракта в Санкт-Петербурге. Между тем, российские следователи уже объявили, что знают, кто именно организовал теракт. Все подробности далее в сюжете. Санкт-Петербург, станция метро, Синная площадь. Сегодня с самого утра сюда идут люди. К месту трагедии они приносят цветы. Вся прилегающая территория оцеплена. Повсюду машины МЧС, полиции и скорой помощи. Первое интервью для прессы после случившегося дал и машинист взорвавшегося электропоезда. Устройство сработало, когда состав еще был в тоннеле. На станцию вагон прибыл уже в покорежном состоянии. Паники не было. Поверьте, когда открыли первый вагон, все пассажиры просто стояли и объясняли хором. Фотографии предполагаемого террориста некоторые российские СМИ опубликовали накануне. И почти сразу же человек, попавший в объектив, пришел в полицию сам. Это по информации журналистов русский, принявший ислам. Зовут Андрей. Он из Башкирии, прежде служил в Чечне. После допроса его без предъявлений обвинений отпустили. Уже во второй половине дня Следственный комитет распространил заявление. Смертникам, организовавшим взрыв, следователи считают уроженца киргизского города Ош, Акбаржона Джалилова. Эксперты якобы обнаружили его генетические следы на сумке со взрывным устройством. На родине Джалилова, в Оше, спецслужбы уже допросили его родственников. Известно, что молодой человек давно переехал в Россию и даже сменил гражданство. Тут весь день были обыски, его родственников допрашивали, а вообще семья у парня хорошая. Был ли предполагаемый террорист сторонникам исламистов, пока не сообщается. Но на пресс-конференции в МИДе России журналисты все же задали такой вопрос. Сергея Лаврова попросили связать военную операцию в Сирии с возможной местью боевиков. Связи главный дипломат не видит никакой. Месть России за нашу политику в Сирии цинично подло. Наверное, больше даже не буду пытаться охарактеризовать такие утверждения. Станция Синай-площадь сегодня снова не принимала пассажиров. Около 12 часов дня в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что место, где вчера произошел взрыв, опять заминировано. Информацию о наличии нового взрывного устройства правоохранительные органы в итоге не подтвердили. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер.